Сюжет футболиста карьеры полностью вымышленный. Всякая сходца с реальными событиями является абсолютно случайным. Если мы будем плодотворно снимать нашу карьеру за игрока, то уже на этой неделе мы начнем с вами четвертый сезон. А это значит, что мы уйдем из чемпионата России. Потому что я, как планировал, последний сезон, последнюю попытку дать себе в чемпионате России за Зенит выиграть чемпионат. Но пока что что-то неубедительно мы идем. Тот же Локомотив на три очка нас сейчас обгоняет, а ЦСКА там на целых восемь. Вот такие вот дела. Многие писали мне про тренировки. Так что вот. Так вот пока что сделал. Можете посмотреть. Сделал на свое чисто мнение. Не знаю, как оно у вас будет. Напишите об этом тоже в комментариях. Сказал кто-то там удары по максимуму поставить. Поставил. Теперь у нас 6 из 6 по ударам. Немножко здесь силу вообще убрал. Не знаю, нужна ли она вообще. Но там, наверное, верховые какие-нибудь единоборства выиграть. Просто отталкивать корпусом в таком плане. Мы, в общем, это посмотрим. Ну и писали прокачивать сложные дальние удары. Что там, с подкрутки я мог забивать. Здесь вложил все 6. 100 дней. Получается, это 3 месяца. Мы сегодня с вами 2 месяца отыгрываем. Поэтому, ну, примерно так в следующем выпуске мы уже этот навык с вами прокачаем. Эту способность. И, ну, куда-нибудь сюда обратно вложим. Так что напишите, что еще нам надо вкачивать после вот сложных дальних ударов. Обязательно я ваши комментарии прочитаю. Ну что же. Сейчас у нас по расписанию матч против Сочи. Играем мы на выезде. Ну, а дальше здесь вот вызов в сборную против двух наисильнейших команд. По моему мнению, мои самые любимые сборные. После здесь на сборной России. Это Франция и Бразилия. Ну что же. Следующий матч у нас. Давайте посмотрим на расстановку. Мы с Азмуном играем сегодня в старте. Ну, такой себе состав. Можно пробовать вот через... Ну, здесь он правый центральный защитник. Но на поле он для нас будет немного как левее. Это Мелад какой-то там 72. То есть через него надо немножко так пробираться. Посмотрим. У них вон Эвелин Попова даже в Сочи. Я не помню. Я не знаю, где он сейчас. Может быть. Вроде как. Да нет, вообще не помню. В Ростове он вроде должен был быть. Не суть. Итак, Сочи-Зенит. Поехали. Итак, Сочи-Зенит. Мы начинаем. Ой, и... И забил Малком. Отлично. Надеюсь, без офсайдной. Надеюсь, без офсайдной. Да, засчитали. Отлично. Я еще и с левой ноги как-то так пробил. Надо было... Я как-то пытался подкрученным пробивать. Надо было прямым. Вот. Ну, не суть. Сейчас хотя бы мы повели в счете. Теперь можно поспокойнее в атаке, конечно, проводить все это дело. Вот здесь как-то зачем вообще левый? Можно было там хорошо под правую так закручивать. Но нет. Ладно. 1-0. Повели. Малком. Тридцать первая минута. И... Ну, вот здесь-то отлично сейчас. Вот мои удары. Шесть сработали. Азмуна дает на меня. И мы забиваем за Зенит. Отлично. 2-0. Как я и сказал, сейчас-то после этого гола Малком поспокойнее пойдет игра. И уже вот здесь я мог рискнуть. И я с подкрутки. Вот сейчас вот вы видите, это да, что он закручивался непрямым ударом. Вот здесь с подкрутки-то я и рискнул. На точно... Нет, не на точности. Я именно на исполнение решил здесь отыграть. И за штрафную мы забиваем в ворота Сочи. Отлично. Уже счет 2-0. И дальний у меня удар. Попытался все-таки проверить наши удары на шестерочке. И все. Заканчивается у нас матч со счетом 2-0. Гол мы забили. Ну, а там Малком. Просто без ассистов чьих-то. Итак, локомотив мы видели, как раз сейчас проиграл. Мы, причем после победы, спустились на седьмую строчку. Как-то это странно. У нас упали даже, не знаю, почему-то. Может, нас Динамо типа обогнали. Вот. Может быть. Хотя, тоже почему. Мы их еще, кстати, ни разу не проиграли. Прям как ЦСКА. Но у ЦСКА 6 матчей, 6 побед. Вот. Локомотив пока что сравнялся с нами. Вот. Они уже успели когда-то там дважды проиграть. 82 у нас рейтинг. Наш пятый гол уже в сезоне. Неплохо. Итак, приходит мне сообщение. Мы сегодня, естественно, в старте. На матч против сборной Бразилии. Как раз, не знаю, будет ли Малком. На этом матче. Да, он в старте. Причем в сборной Бразилии. Давайте посмотрим. Алисон, Сандро, Давид Луис. Зачем-то. Почему не Луис Филипп и даже тоже. Ну, не суть. Эммерсон, Фабинио, Артур, Казимиро. Почему-то Казимиро, наверное, из-за возраста. 77. Либо из-за того, что на центральном полузащитнике. Почему бы не выпустить Алана. Сейчас он в хорошей форме. Справа Малком. Думаю, заслуженно. Но слева, естественно, у нас Неймар. Ну, а наш состав вы видите. Максименко на воротах меня очень радует на самом деле. Поэтому Россия-Бразилия. Товарищеский матч. Поехали. Итак, Россия-Бразилия. Товарищеский матч. И вот Марио Фернандес. Натурализованный. Россиянин, можно так сказать. Встречается против своей бывшей сборной. Гражданца, которая у него вроде как тоже есть до сих пор. Так что Россия-Бразилия. Товарищеский матч. Что еще здесь нужно говорить. Мы в старте. И это гол. И это гол. Как-то получилось забить. И забивает Габриэль Джезус. 20 номер. Просто как-то так странно прошла эта передача. И он забивает Малком. И меняет. Выходит Родриго. Но мы до сих пор на поле. Да, что и происходит. Замена. Чао. Не Дзюба. Чао вышел. Все. Заканчивается матч. Мы проиграли с счетом 1-0. Габриэль Джезус забивает. 64-я минута. И это был единственный гол в матче. Неплохо мы отыграли. Были моменты. Правда, ни разу не смогли пробить по воротам. Скорее всего, ужасная оценка. 5-5. Потому что просто не было никаких моментов в атаке у сборной России. Итак, за сборную мы уже провели 13-й матч. Но пока что все так же. Три гола. Две голевые. На нашем счету. Так, мы в старте против французов. Посмотрим тоже интересный состав у сборной Французов. Там, естественно, Мбапе, Гризман в центре нападения. Дембеле. Сент-Максимин по флангам. Уавар. Канте. Эрнандес. Люка. Тео Эрнандес на фланге. Лукас Эрнандес. В центре Варан, Павар и Уго. Льюрис. Вот такая вот. Вроде мы вообще ни с кем не играли, кроме Льюриса. Против него мы как раз играли за Локомотив против Тоттенклеба. Но остальных мы вообще вроде как не видели. Если я прям сейчас так вспоминаю, то и правда. Поэтому Россия-Франция. Поехали. Так. Россия против Франции. И все у нас пока что, друзья, с вами товарищеские игры. Никаких квалификаций там что-то нет. Это у нас, к сожалению, так, наверное, без официальных матчей мы и будем играть. Почему бы не добавить тут Лигу Наций тоже, мне кажется. Вот это вот перенести сюда, вот эту Лигу Наций, было бы очень, мне кажется, интересно. Но все отдают на меня. Опа-опа-опа-опа. И что, это не нарушение? Варан мне прям по ноге сейчас срубил. Ну и, естественно, это 1-0. И, кстати, Максимин забивает. А все началось с чего? Из-за того, что вот это, да, меня срубил Варан. То есть, как бы, моя потеря мяча. И Максимин. Ну, это дубль. Дубль от Максимина. Итак, замена, естественно, Чала выходит вместо меня. Посмотрим концовку уже с Чаловым. Здесь 15 минут ему целых выделил. Выделил Черчесов. И все, заканчивается матч. 2-0 мы проиграем. Сядь Максимин забивает дубль. И он становится лучшим игроком. У нас оценка 6-0. Потому что там в створ получилось хотя бы Льюрису пробить. Цернс матча у нас за сборную России. 6-5 оценка. 3 гола. 2 голевые передачи. Ну, а сейчас мы возвращаемся потихоньку в клубный футбол. Надеюсь, сейчас у нас... Вроде там еще у нас будет вызов в сборную в этом выпуске. Но у нас Лига Чемпионов. Мы играем против Селтика. Тоже вот новая для нас страна. Причем мы играем, да, сейчас на выезде. В Шотландию мы отправляемся. Селтик вроде как самый титулованный клуб в Европе. Вот такой вот у них состав. Ну, я честно не знаю, что по этому поводу можно сказать. Мы сейчас с Джубой в нападении. Ну и кстати, вот такое я сейчас заметил. Если Малкома поставить на право нападающего, у него будет 85 рейтинг. Вот так вот. А у нас 82. Сейчас мы родной на нашей позиции. Поэтому мы понимаем, что мы одни из лучших сейчас именно по рейтингу в составе Зенита. И это немножко дорадует. Итак, Селтик-Зенит. Поехали. Итак, Селтик-Футбол-Клаб. Это вроде как лицензионный стадион. Селтик-Парк, естественно. Итак, Селтик против Зенита. Интересная игра у нас. Причем выносливая. Сейчас практически вся восстановилась. Мы будем также примерно играть в зоне небольшого такого офсайда. В подкате, а? И что? Что это такое сейчас? Желтую карточку в Лиге Чемпионов я получаю за то, что я сейчас не в подкат ни в кого шел, а именно передачу пытался отдать. И все. Нулевая ничья против Селтика на выезде. Я даже сейчас поменяю немного в тренировках, потому что я вижу, что мне некомфортно играть за такого футболиста на самом деле. Милан 4-2 обиграл Young Boys. Вот. У нас все так же 82-й рейтинг. Так, сообщение мы читаем. Мы в старте, естественно, против Динамо. Ну и сейчас я все-таки в тренировку бы зашел. Удары я поставлю. Давайте 4. А вот скорость и выносливость тоже по четверочку. Вот это, мне кажется, самое важное сейчас у нас. Думаю, мы справимся. Зенит Динамо. Домашняя игра у нас в Чемпионате России. Вот так вот выглядит. Постав у Динамо. Мы с Азмуном в старте. Минивели на воротах. Поехали. Итак. Зенит сегодня принимает Динамо. Интересная игра. У нас должно быть два равных на самом деле соперника. Ну и мы посмотрим. Играем причем от обороны. И в Лиге Чемпионов как-то и силы, может, мы где-то сдержали. А за 9 минут до конца. Меняют. Посмотрим. Ну, должны, должны мы сейчас забить гол. Я надеюсь. Азмун. Подача. Но Дзюба здесь еще. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Мяч. Ну, нет, все. Это понятно. 0-0. Снова начались такие у нас результаты в Чемпионате России. Ну, Динамо серьезный соперник. По ударам даже наравне мы с ними. Ну, а у нас ценка вообще 5-0 за матч. Локомотив мы видим вообще проигрывает Тамбову 3-1. Наша ничья нас выводит на пятую строчку. Локомотив падает на восьмую. ЦСКА проиграли. Кстати, я не увидел кому. Ну, у нас 7 очков отставания до них. 82-й рейтинг. Все так же. Надо, надо забивать нам. Чем больше, тем лучше. И от этого будет тоже, наверное, зависеть определенный рейтинг. Снова объявление состава национальных сборных. Это снова, значит, вызов сейчас будет в сборную. Не знаю, с кем мы там будем играть в будущем. Да, нас вызвали. И сейчас у нас игра будет выездная против Тамбова. Итак, мы в старте. В старте против Тамбова. Больше недели у нас не было матча. После Динамо как раз. Поэтому, надеюсь, сейчас у нас силы-то есть. С Дзюбой в старте мы выходим. Да, у нас полная стамина. Ну, и, надеюсь, Тамбову-то мы должны сейчас 1-2 дозакинуть. Итак, Тамбов, Зенит, Спартак, Арена. Сегодня мы посмотрим. Все-таки это что-то в игре именно связано, что у нас постоянные ничьи в чемпионате России. Теперь и в Лиге чемпионов, причем начали быть эти матчи. Либо это просто у меня руки такие, что не удается нам забивать. Через центр будет, наверное, Кузяев. И это Дзюба, и это 1-0. Отлично, голевую передачу на Артема мы сейчас отдали. Супер. Естественно, празднование Артема Дзюбы. 42-ая минута. Ну, вот и Дзюба забивает. Классно у него по расстрельному передачу сейчас получилось отдать. Ну, и выходим и вперед. Посмотрим на эту атаку. Здесь Малком, Кузяев. Хорошо меня вот здесь увидел. Ну, и я из-под этого упрощения так вылез. Ну, и Дзюба забивает с моей голевой. Отлично. И это гол. Автогол забивает. Игрок там было. 80-ая минута. Ну, здесь мы отлично. Здесь кто-то. Кассанием пробили, но 2-0. Автогол отоказывал. Жалко, что не от меня это залетело. Но можно сказать, что это мой народный гол. Все. 2-0. Гол Дзюбы и автогол. То есть в обеих атаках мы поучаствовали. На Дзюбу отдали голевую. Сейчас мы этот проверим. Засчитали на нас или нет. Да, засчитали. Ну, и автогол. Так что неплохо мы отыграли. Локомотив теряет очки в матче против Уфы. ЦСКА громит Урал. Мы все ближе и ближе. 7 очков пока что так же разница. Но мы на четвертом месте уже. 5 голов. 3 голевые передачи у нас сейчас за сезон. Неплохо идем. Ну, и снова Лига Чемпионов у нас. Мы в старте сегодня. Ну, что ж. Сейчас у нас игра против Селтика. Команда, которая нам пытается всяческим образом помешать выйти в плей-офф Лиги Чемпионов со второй минимум строчки. Поэтому у нас сейчас минимальное лидерство над ними. Надо сейчас увеличивать этот отрыв. Тем более мы играем дома. Вот такой вот состав у Селтика. Вратарь вообще донный какой-то. Так что надо пробовать бить. Поэтому Зенит Селтик. Поехали. Итак, Газпром-арена. Зенит против Селтика. Последняя наша встреча против шотландской команды. На групповой стадии. И... Ну, это наш более-менее равный соперник по группе. Но вот если, мне кажется, мы бы с Баварией ничего не сыграли, нам было бы намного от этого хуже. Потому что мы могли бы только им проиграть. Так что будем смотреть, как сыграет теперь наша команда дома против Селтика. На выезде мы отыграли в ничью. Быстро-быстро надо атаку продолжать. Удар! Это гол 1-0. Мы забиваем Селтику. 74-й минуты. Дзюба отличная голевая передача на меня. И все. Очередуемый гол. Здесь нет либный чемпионов. Вроде третий. Вот. Не забивал я только, получается, Баварией. И Селтику на выезде. Вот Юнг Бойсу на выезде я забил. Ну, как здесь. И Шамкин, Дзюба. И Дзюба вынесет. Между ног отлично дал передачу. И здесь в касание в ближний угол мощно пробиваю. И вывожу вперед Зенит. И сейчас это очень важно. Потому что сейчас именно вот это идет борьба против Селтика в двухматчевом противостоянии. И вот. Неплохо же. И пробить бы сейчас. И еще. И этот дубль. Как сейчас вообще хорошо очень получилось-то. 80 минута. Если я забиваю один гол в Лиге чемпионов, то обязательно последует потом второй. Супер. Очередной гол за Зенит в Лиге чемпионов. Здесь Дзюба замечательно отдал. Я здесь наложено, между прочим, убрал. Если бы не зацепился бы, я бы пробил бы с подкрутки первым ударом. Здесь очень хорошо, что мяч так еще отлетел на ногу. С левой ноги я забиваю в ворота Селтика. Отлично. 2-0 ведем. И все. 2-0. В течение 10 минут был забит наш дубль. Доминировали, по крайней мере. Но в первый тайм уж точно, мне кажется, за Селтиком был. Владение даже после матча за Селтиком. Причем посыл у нас успешный на равных, но мы их сделали меньше. 2-0. И у нас теперь получается 8 очков, если я не ошибаюсь, в группе. Итак, Юн Бойс проиграл Милану 3-1. Почему я про Баварию это начал говорить? Это вообще странно. Это, наверное, про карьеру, да, за Зенит. Там у нас в группе. Ну а сейчас у нас в 2 очка отставания до Милана. Поэтому, может быть, что-нибудь мы и покажем. 7 голов, 3 голевые передачи, 14 матчей, 82-й рейтинг. Неплохо. Итак, сейчас у нас матч против Уфы перед матчами со сборной. Здесь мы играем против сборной Марокко и сборной Германии. С немцами, ну, вроде, мне кажется, уже играли. Если они ничего не путают. Вот у нас сейчас с Уфой. Они идут ниже 10-й строчки. Победа сегодня, может быть, поможет нам на вторую строчку вылететь. Если там персонажи Спартак потеряют очки. Мы сегодня, кстати, с Ньянгом впервые в Статке. Вот. Ну и вот такая расстановка у Уфы. На самом деле... Так, а что здесь? Регонис, Утармин, здесь мостовой. Ну, на полном резерве они. Зенит Уфа. Поехали. Итак, Зенит Уфа. Мы, на самом деле, неплохо так сейчас идем. Да, в чемпионате у нас часто вот это вот происходит. Играем почему-то именно в ничью 0-0. Посмотрим, как сегодня мы отыграем в паре с Ньянгом. Тоже для нас это опыт. Ну и все. Уходим мы на перерыв. Со счетом 0-0 заканчивается. У нас матч против Уфы. Снова это наше проклятие в чемпионате России. Ну и оценка у нас 6-0. Итак, у нас ничья. Мы падаем на шестую строчку. В 7 очках от нас ЦСКА. 82 рейтинг. Ну и сейчас у нас вызов в сборную России. Матч против Марокко, Германии. Мы в старте. Ну и давайте посмотрим на расстановку сборной Марокко. У них есть Харид из Шальки. У них есть Зиеш. Кстати, почему-то в опорке. Бенатия, Саис. Вот. Хакими. Тарапт. В нападении где-то видел этого игрока. Болу-Ноу тоже где-то видел. Беланда есть. Идриси. Хамдалах, естественно. Бенассера я вижу на скамейке. Мазрауи. Абдельхамида. Хотя нет, его вроде нигде я не видел. Ну что здесь еще? Эль Ахмади. Ну естественно. Все. Наш вот такой вот состав вы тоже увидели. Я это не посмотрел. Кучаев, Миранчук, Леша и Саша Головин будут нам помогать. Поехали. Итак, сборная России против сборной Марокко. Очередной наш матч за сборную. Правда, в официальных матчах все мы так же еще не смогли сыграть. Товарищеские все у нас до сих пор проходят. Никаких у нас там подготовок почему-то нет. Ну хорошо же и в дальней, и какой гол мы забиваем за сборную-то, а? Только Россия и только победа написано на трибуне. Классный дальний удар. Как же мы сейчас получилось развести? Минимальная победа. Наш очередной гол в сборную России. Мне это радует хотя бы за сборную мы забиваем. Вот. Но Марокко это не тот на самом деле соперник, которому надо было обыгрывать. Надо было больше забивать, мне кажется. Но надо нам именно топчиком забивать там Германию, Франции, Бразилии. Ну а сейчас у нас четыре гола за сборную. Две голевые. Неплохо. Итак, у нас очередной матч за сборную. Против сборной Германии теперь уже мы играем. Ну давайте на их теперь на столовку посмотрим. На Торштеген, понятно. Приетель даже без фотографии Клостерман в оттопующем полузащитнике. И Госсенс слева. На самом деле боевой состав. Посмотрим, как против них отыграем. Поехали. Итак, Германия сегодня приезжает к сборной России. Очень важный для нас матч, потому что последние две игры против серьезных соперников, это Бразилия и Франция, мы проиграли. Причем французам со счетом 2-0, ну и бразильцам минимально. Немцы, тоже интересные соперники, мне кажется, мы с ними уже встречались почему-то. Ну и нас заменили, вышел Дзюба вместо Антона Мирончука и Чалов вместо нас. И все, заканчивается матч, нулевая ничья. Но мы выдержали, хотя бы не пропустили. И Сулейманов, ценка 6-5. Итак, 16 сыгранных матчей, 4 гола, 2 голевые, рейтинг 82, 9-й номер на футболке. Приходит нам сообщение, мы сегодня, естественно, в старте. Ну что ж, давайте посмотрим на состав Ахмата. Мы играем еще и на выезде, это очень серьезный соперник. Я постоянно вам про это говорю, тем более еще и на выезде, будет очень тяжело против них играть. В связке теперь мы со Змуном, ну вот я говорю, Малком 85-го рейтинга. Мы сейчас 82-го, поэтому нужно стремиться, чтобы у нас был тоже 85-й рейтинг. Мы стали самыми высокорейтинговыми игроками в чемпионате России. Можно со спокойной душой там дальше переходить. Мне кажется, потихоньку бы нам стоило. Мы сейчас вроде на какой строчке там коэффициентов топ 6-7 лиг у нас сейчас. Там вроде с Португалией мы боремся, ну или с Францией. Вот, то я бы без проблем перешел в чемпионат Франции. И там бы за Монако, например, бы вместе с Головиным поиграл. Но у нас игра сейчас с Ахматом, поэтому поехали. Итак, Дугласантос здесь, естественно, сейчас готов. Понцу у Ахмата мы готовы тоже. Нельзя нам ни в коем случае уже играть в ничью. Просто это уже чисто надоело. Именно почему-то в чемпионате России, даже за сборной, у нас получается там более-менее как-то забивать. Отлично же отдал. И вот, суперская передача. И это 1-0. Восемь шестая минута мы забиваем в ворота Ахмата. Отлично. Фух, успокоились немного. Давно не забивал я в чемпионате России. Супер. Очень хорошо сейчас здесь стеночку прям получилось отыграть. И до самого последнего МОК сейчас, да, его здесь вот очень сильно далеко. Я думал, отпустил мяч. Сейчас опять накроют. Но спокойно. 1-0. Восемь шестая минута мы ходим вперед против Ахмата. Нам победы нужны теперь только одни в чемпионате России, чтобы догнать ЦСКА. Все. Минимальная победа. Восемь шестая минута мы забили гол. Сосорио поднимались с Яриком. Суперский матч, конечно. Получилось забить. Реализовали свой момент. Супер. 7-5, наверное, у меня сейчас будет пусынка. Либо 7-0. Один удар в створ и один гол. А 7-5, но неплохо. Итак, там ЦСКА наконец-то проиграли к Краснодару, причем. Вот. У нас сейчас вообще 4 очка, друзья, отставания до ЦСКА. Мы единственная команда, пока что, которая не проиграла. У нас 8 забитых мячей, 3 голевые передачи, 8 сторой рейтинг. Но здесь не так это важно. Здесь голые передачи. Нам лишь бы рейтинг у нас повышался. Было бы супер. Потому что мы вроде как стабильно играем. Вот. И сейчас у нас с Алигой Чемпионов можно сказать решающий матч против Юнг Бойса. И играем мы дома, тем более. Посмотрим на их расстановку. Ну да, здесь они прям самый боевой состав. Выставили. Поэтому будем стараться. Дубль, причем мы забили. Напомню. И, кстати, Опа, Сутармин выходит давно. Что-то я его не видел. Ой, он еще и с нами в паре в нападении. Ну, это просто сейчас разрывная будет связка. Поехали. Итак, Лига Чемпионов. Зенит против Юнг Бойса. Мы 2-0 обыграли эту команду в Швейцарии. Но сейчас пятый тур, можно сказать, для нас уж точно завершающий. И если мы сегодня не проиграем, мне кажется, так, примерно при таком раскладе, мы точно выходим в плей-офф Лиги Чемпионов. Ну и будем бороться потом с Миланом за первую строчку. И это гол. И это гол. Забивает Юнг Бойс. 31-я минута. И вот сейчас Майсей Рас забил нам. И это очень опасно. Мы сейчас можем и пролететь мимо Лиги Чемпионов. Но надо нам обязательно сравнивать сейчас. Так, интрига может быть сохранена еще и до 6-го тура. Вот зачем Сутармин надо было выпускать. Да, нас заменили на 64-й минуте. Выходит Ньянг. Правда, не возможно. Но и не суть. Можем, можем и сейчас сравнивать. И все. Радуется почему-то Ньянг. Наверное, даже с этим поражением, но мы выходим в Лигу Чемпионов. Сейчас, представляете, там Селтик... Ну, скорее всего, мне так кажется. Милан там обыграл Селтик. Только при этом, наверное... Сейчас посмотрим. Да, Милан обыграл Селтик. И у Селтика, да, теперь нету шансов. Ну и у нас нету шансов выйти с первой строчки. К сожалению, из-за этого поражения от Йону Бойса. Вот. 8-й второй рейтинг у меня пока же также и остается. Так, ну сейчас с вами пройден групповой этап. Отлично, друзья, мы с вами дебютируем. Теперь еще и в плей-офф Лиги Чемпионов. У нас матч против Урала. Посмотрим план игры. Вот такой у них состав. Мы с Дюбой в нападении. Поехали. Итак, Зенит-Урал. Последний матч в сегодняшнем нашем выпуске. Напомню, что Урал первый клуб после Химок, которым я отправлял свое предложение. Я буду это напоминать каждый раз, когда мы будем играть против них. Потому что, ну, это обидно. Какой-то Урал мне отказал, а какой-то Локомотив принял меня с распростертыми объятиями. И я стал двукратным серебряным призером Чемпионата России в составе Локомотива. Стал обладателем Кубка России с Локомотивом. Стал обладателем Суперкубка России с Санкт-Петербургским Зенитом. Опа. Ну, здесь прям по ноге срезал. Это штрафное. Это штрафное, естественно. Даже желтую бы можно было бы дать. Я бы сейчас пробил бы и все. Так, давайте я не буду ничего делать. Пусть забьют, пожалуйста, Малком. Забей, пожалуйста. Ну, или Сантос. Отлично! Все. Слава Богу. Пусть забили. Я заработал от штрафного суток. Сантос забивает. Молодчина. 79-ая минута. Хороший удар. Мог с этой голки потом потащить. Если бы заранее немножко прыгнул. Все. Минимальная победа. Дугла Сантос нам приносит 3 очка. Замечательно. Так, Сантос, естественно, игрок в матч. У нас 5,5 оценка. Конечно, кто заработал штрафное, это вообще не важно. ЦСКА здесь. Ростов обыграли. Краснодар потерял очки. Локомотив обыграл Спартак. Нам это вообще на руку сейчас сыграло. Мы на второй строчке. 4 очка у нас до ЦСКА. Локомотив поджимает. Поэтому я верю, 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 верю. Верю, что на этой неделе мы можем стать чемпионами России. Верю на самом деле. Итак, все. На этом выпуск мы наш заканчиваем. Сейчас проведем там, узнаем лучшего игрока года. Сейчас вот это вот футболист мира, да. И посмотрим, извините, ли у нас рейтинг там. Ну, месяц, но золотой мяч получает. Так, давайте до Спартакада проведу матч. И все. На этом мы закончим с вами. Итак, мне приходит сообщение. Что в старте, это понятно. Тренировка. Мне осталось здесь, ну, буквально месяц. То есть в следующем выпуске мы это прокачаем. И я верну вот эти вот 6 показателей. Там в удары что-нибудь вложу. Что-то может быть в пассы, в дриблинг, в выносливость еще. Потому что я смотрю, у меня снова кто-то. Либо еще буду качать какую-то способность. Напишите об этом в комментариях, какую нужно будет мне прокачать. Мои данные, что у нас 82 рейтинг. Вот так вот у нас. Ну, говорят 88, наверное, там получил 22 годам. Ну, будем в этом верить. Всем спасибо большое, друзья, за просмотр. Кстати, миллион подписчиков у Zenit. Так что давайте и мне обязательно подписочку оформите. С вами был Андрей. Канал Футбол – это жизнь. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать наши новые видеоролики. Всем до новых встреч, друзья. Всем до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok